Добрый день, уважаемые участники выставки «Образование и карьера». Рад вас видеть в онлайн-формате. Меня зовут Дмитрий, я являюсь модератором секции «Естественно-научные». Мы рады приветствовать очередных наших спикеров. Сейчас у нас с вами получится пообщаться с заведующей кафедрой химических технологий Химико-технологического факультета Пермского национально-исследовательского политехнического университета ОСИЕ, надеюсь я правильно сказал, Рифовной Кобелевой. ОСИЕ Рифовна, вам слово. Добрый день, участники выставки, дорогие абитуриенты, мамы, папы, бабушки, дедушки, все, кто подключился к виртуальной ярмарке, к онлайн-консультации, на которой я постараюсь вам рассказать о возможностях обучения на направлении «Химическая технология» в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Сегодня вы узнаете, почему, выбрав направление «Химическая технология» в Пермском политехнице, вы беспроектно построите свою карьеру в профессиональной деятельности. Вам будет доступно гарантированное трудоустройство, возможность обучения за рубежом, высокие стипендии и доходы, саморазвитие, самореализация, интересная научно-исследовательская деятельность. Пермский политех, отмечу, входит в топ-7 ведущих инженерных вузов страны. Итак, что такое химическая технология? Это наука о методах химической переработки природных материалов в предметы потребления. Это общепринятое определение, которое объединяет различные области науки, промышленности, техники, технологии в рамках переработки материалов. Сегодня в современном мире очень популярно и перспективно придумывать новые материалы с новыми свойствами, сверхсвойствами, где в случае без химии и химической технологии никак не обойтись. Поэтому такой большой интерес и такой спрос на высококвалифицированных специалистов в этой области. Обратите внимание, количество бюджетных мест на химические технологии в 2021 году составляет 110 мест. Такого никогда еще не было. Для того, чтобы поступить на наше направление, вам достаточно сдать следующие экзамены. Это профильную математику, русский язык и любой из предметов по выбору. Это химия, физика и биология, обязательно преодолев минимальный порог. Помимо обучения в бакалавриате, на химической технологии можно обучаться и в магистратуре, и в аспирантуре, и в аспирантуре. Ежегодно к нам на кафедру в магистратуру и в аспирантуре приходят студенты, закончившие бакалавриат по другим направлениям, из других вузов, из других городов. Внутри направления химическая технология различают профили подготовки. Я вам сейчас их перечислю. Это химическая технология неорганических веществ. Этот профиль занимается разработкой, совершенствованием технологий, связанных с неорганическим синтезом. Сюда входят технологии производства кислот, щелочей, минеральных солей и удобрений, производство катализаторов, производство различных сорбентов и многое другое. Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов – это все технологии, связанные с нефтепереработкой и с нефтехимическим синтезом. Химия и технология биологически активных веществ, фармацевтических препаратов и косметических средств. Этот профиль для нашего направления подготовки новый. Мы его открываем впервые в 2021 году и приглашаем обучаться на этом профиле, поскольку считаем, что он является достаточным перспективом в области развития тонкого органического синтеза, в области производства синтетических биологически активных веществ, а также фармацевтических препаратов и косметических средств. Профиль ресурсов, берегающий технологии телеложного бумажного производства, предусматривает развитие, совершенствование, проектирование технологий, связанных с переработкой древесины и производства бумаги и картона различного состава и различного назначения с новыми свойствами. Не все абитуриенты перед поступлением к нам сразу определяются, в какой отрасли химической промышленности они хотели бы работать. Профилизация по указанным профилям происходит после второго курса обучения и позволяет более целенаправленно идти к своей цели, к успешному карьерному росту в конкретной области химической технологии. Для того, чтобы студенты выбрали профиль, который их интересует, к профориентации подключаются специалисты промышленных предприятий, работающих в определенных атмосферах. Здесь представлен спектр наших крупных промышленных предприятий-партнеров. Здесь, как вы видите, и предприятия неорганического синтеза, предприятия нефтегазопереработки, предприятия бумажной отрасли и предприятия фармацевтических препаратов. А также здесь представлены предприятия, которые работают на стыке различных отраслей. Однако география предприятий, с которыми мы сотрудничаем, она гораздо шире и включает в себя не только предприятия Перми и Пермского края, но и Российской Федерации, предприятия, которые находятся за рубежом. Наверняка у вас возникает вопрос, где работают выпускники, закончившие направление химическая технология. Существует ряд стандартных профессий, традиционных профессий, где наши выпускники достаточно хорошо себя реализуют. Это инженеры-технологи крупных предприятий, аппаратчики химических процессов и производств. Рециклинг-технологи – это одно из новых направлений, одна из новых профессий, которая возникает в результате развития технологий по ресурсосбережению. Операторы промышленных установок, инженеры-исследователи – это работники, которые изучают свойства полученных материалов и веществ. Также проектировщики химических установок и производств – это тоже выпускники направления химической технологии. Для того, чтобы реализовать себя в той или иной профессии, необходима практика на действующих предприятиях и стажировка по месту работы, что достаточно хорошо реализуется на кафедре химические технологии. Кафедра имеет достаточно прочные связи с базовыми предприятиями Перми и Пермского края. Здесь вы видите крупнейшие предприятия, с которыми на кафедре ведутся виды деятельности как и по образованию, так и по науке и по подготовке кадров. Это Элукойл Пермнефтьоргсинтез, Сибурхимпром, Метафракс, Уралкали, Уралхим, Еврохим, Галлополимер, Прикамский картон, Силикансбумпром, ЦБК Кама и другие организации, в том числе научные, которые занимаются разработкой новых лекарственных препаратов и биологически активных веществ. Давайте немножко поговорим об обучении. Пермский политех, как один из лидеров среди вузов по профессиональному обучению, придерживается как традиционных методов обучения, так и нестандартных. Вам расскажут об основах химической технологии, об общей химической технологии и о специализированных процессах кандидаты и доктора технических и химических наук, научные руководители многих исследовательских разработок. Вы будете участниками исследовательских лабораторных работ наравне с научными сотрудниками нашей кафедры. Также вы сможете пройти практику и решать различные производственные кейс-задачи наравне со специалистами промышленных предприятий. При успешном обучении студентам предусмотрены различные бонусы в виде повышенной стипендии. И первый бонус вы уже можете получить при сдаче экзамена на 225 баллов и более. Также при других ваших достижениях предусматриваются другие виды стипендий. Наши предприятия являются партнерами не только в рамках совместного сотрудничества, но и в образовательной деятельности и поддерживают студентов, которые проявляют интерес к развитию и совершенствованию технологий на предприятиях и назначают таким студентам дополнительные именные стипендии. Например, стипендии Метафракс, Уралкалии, Блукойлкнос. Ваша успешность при обучении на направлении химическая технология зависит от участия во всевозможных научных проектах и грантах различного уровня, как российского, так и более высоких уровней. Совместно с нашими учеными вы можете открыть что-то новое, например, барьерные методы защиты от различных вирусов или, например, умное покрытие для различных композиционных и строительных материалов. Это я вам перечислила одни из последних разработок наших ученых на химической технологии, конечно же, выполненные совместно со студентами нашей кафедры. Этим разработкам соответствует и способствует уникальная лабораторная база, которая находится на нашей кафедре в центре научного оборудования. Такое оборудование позволяет не только увидеть конечный результат исследований и разработок, а именно увидеть изменения, которые происходят внутри структуры вещества даже на молекулярном уровне. На нашей кафедре лаборатории, в которых студенты принимают, выполняют свои работы совместно с учеными, значит, занимаются исследованиями различных свойств материалов, занимаются моделированием различных химических процессов в зависимости от направленности исследований. Студенты, помимо науки, занимаются и другими видами деятельности. Если вы спортсмен или любите петь, то для вас работают всевозможные творческие и спортивные коллективы, и все студенты находят себе, развивают свои таланты наравне с нашими учеными, принимают участие в различных мероприятиях, занимают активную жизненную позицию. Наши студенты проживают в комфортных общежитиях, предусмотрено проживание в одной и двух местных номерах, общежития находятся в шаговой доступности от учебных корпусов. В этих общежитиях студенты могут и саморазвиваться, и имеют достаточно хорошие условия для отдыха. А также в этих студенческих общежитиях формируются, как правило, свои студенческие коллективы, которые принимают участие в различных мероприятиях. Здесь вам представлены выдающиеся выпускники нашей кафедры, которые обучались по направлению химическая технология в различные годы. Сейчас эти люди занимают высокие должности и продвигают развитие химической промышленности в регионе. Конечно же, это не все выдающиеся выпускники, которые представлены здесь на слайде. Многие должности технологов, начальников производств – это выпускники именно нашей кафедры. Надо сказать, что все выпускники, которые заканчивают направление химической технологии, они 100% трудоустраиваются на предприятия химической отрасли. Вот здесь, например, мы видим достаточно интересную трансформацию от школьников, которые интересовались химией в школе, до студентов, которые выполняют лабораторные работы в наших лабораториях, магистров, которые выполнили и завершили свои магистрские диссертации до успешных работников на химических предприятиях. Одно из предприятий, которое активно поддерживает развитие химической технологии в Пермском крае – это является предприятие ПАО «Метафракс». ПАО «Метафракс» заинтересовано в подготовке высококвалифицированных специалистов, поскольку наращивает объемы производства и строит новое предприятие. Это предприятие поддерживает студентов как в образовательном процессе, так и в социальном плане. Для того, чтобы познакомиться с нашей кафедрой, с направлением химические технологии, вы можете связаться с нами в социальных сетях. Это сейчас наиболее доступный способ взаимодействия со специалистами нашей кафедры. Мы с удовольствием вам ответим. Если захотите приехать к нам на экскурсии, мы вам проведем экскурсию по нашей кафедре и устроим вам химико-технологическое погружение. И напоследок я хотела бы сказать, что выбор будущего у каждого свой. Так и сделайте же свой выбор вместе с химической технологией. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Асия Арифовна. Уважаемые участники, уважаемые слушатели, мы переходим к вопросу на ответной форме общения нашего. У вас есть возможность сейчас задать свой вопрос в чате, в трансляции на YouTube, либо написать нам Viber. Номер также доступен в описании трансляции на YouTube. Несколько вопросов у нас уже поступило, поэтому я буду потихоньку их задавать. Первый вопрос такой. Где студенты, ну ваши студенты могут проходить практику, и можно ли попасть на оплачиваемое место? Я представляла во время своей презентации спектр предприятий, крупных предприятий Перми и Пермского края, где студенты традиционно проходят наши практики. Практики начинаются с учебной практики, производственной, технологической и заканчивают передипломной практикой. На всех этих предприятиях по заинтересованности как самого студента, так и предприятия можно проходить практики, в том числе оплачиваемые, если в этом заинтересовано предприятие. Также студенты могут выступать со своей инициативой, или другие предприятия, которым требуется обновление кадров по химической технологии, обращаются к нам, и мы находим возможности для того, чтобы студенты проходили эту практику на конкретных предприятиях. Отсюда еще один вопрос от наших абитуриентов. Можно ли проходить практику не в Перми, в каком-то своем другом родном городе? Химические предприятия в Перми, в Пермском крае, достаточно много химических предприятий. Например, в Пермском крае это предприятия города Губахи, Метафракс или Губахинский кокс, предприятия Березняков, предприятия Соликамска. Это то, что касается Пермского края. Также есть ряд предприятий, с которыми мы сотрудничаем по подготовке кадров, которые находятся за пределами Пермского края в других регионах. Например, это все предприятия внутри холдингов, Сибурхимпром, Метафракс или предприятия, например, нефтегазопереработки, Укта нефтегазопереработки или предприятия, связанные с получением комплексных удобрений. Например, апатиты, второапатиты, предприятия второапатиты. По технологиям целлюлозно-бумажного производства у нас тоже большая география взаимодействия с предприятиями. Это и, например, Селингинский бумажный комбинат. То есть география предприятий, на которых студенты могут проходить свою практику и в дальнейшем все устраиваться, она очень широкая. Хорошо. Вопрос от вашей коллеги, от Ольги Ивановны Бахеревой. Большой ей привет. Скажите, Асия Арифовна, в каком вузе учились вы сами и куда поступили бы учиться, если бы поступали сейчас? Я обучалась в Пермском политехе, успешно его закончила, поступила в аспирантуру и обучалась я на направлении химическая технология по технологии неорганических веществ. И если бы сейчас передо мной стоял выбор или задача выбрать, куда бы я пошла обучаться, то я бы однозначно выбрала химическую технологию, потому что это открывает большие перспективы и трудоустройства, и своей реализации и так далее. Поэтому я всех призываю также последовать моему примеру, выбрать химическую технологию, если вы хотите успешно реализовать себя в любой сфере деятельности. Потому что химическая технология, она сейчас даже встречается на предприятиях не обязательно химической направленности. Это и строительная отрасль, потому что нужно знать, какие свойства мы строительным материалам придаем. Это и предприятия по переработке металлических руд, и предприятия, связанные с экологической направленностью, потому что мы должны предложить химические технологии, которые позволят уменьшить отходы и вред, наносимые окружающие цветы. То есть химическая технология – это достаточно перспективно. И я вас также приглашаю обучаться, так же, как и многие мои коллеги, наши коллеги обучались на нашем факультете, и в том числе на направлении химической технологии. Еще один вопрос снова от абитуриентов наших. Можно ли совмещать работу с учебой? Совмещение работы с учебой возможно, но, конечно, в экологриате это маловероятно, потому что достаточно загруженный учебный процесс, очень насыщенный, связанный и с аудиторной нагрузкой, и с лабораторными и так далее. Здесь очень трудно это сделать. Но на более высоких уровнях подготовки специалистов, в том числе в магистратуре, такое совмещение возможно. Практически все магистры у нас параллельно с обучением в магистратуре на химической технологии трудоустраиваются и работают на предприятиях, и в магистратуре решают задачи в своей магистрской диссертации, которые направлены как раз на развитие конкретного предприятия, на котором они работают. Отлично. Еще один вопрос тоже от наших участников. Есть ли какие-то, проводятся ли политехом какие-либо олимпиады, дающие бонусы при поступлении на химические технологии? Перечень олимпиад и конкурсов, которые учитываются и дают дополнительные баллы к ЕГЭ, они выставляются на сайте университета. С этим перечнем олимпиад и конкурсов, они бывают различного уровня, можно познакомиться и выбрать для себя те мероприятия, для которых вы хотите участвовать, заранее к ним готовиться, регистрироваться, принимать участие и получать дополнительные баллы к ЕГЭ. Хорошо. Еще вопрос поступил. Где в основном проходят занятия? В главном корпусе или на комплексе? Все занятия проходят на комплексе политеха, Пермского политеха. Кафедры химические технологии находятся в учебном корпусе Б факультета химических технологий, промышленной экологии, биотехнологии. Все аудитории снабжены необходимым научным оборудованием, исследовательским оборудованием, аудиторным фондом, мультимедийными средствами и так далее. Также хотела бы отметить, что у нас есть дополнительные места, где мы проводим обучение специалистов, например, по целлюлозно-бумажному направлению. У нас есть аудитории и специализированные в лаборатории в Закамском корпусе Пермского политеха. А также лаборатории наши находятся на базе национального научно-образовательного центра, где можно, например, заниматься исследованием катализаторов по органическому синтезу, либо лаборатории, которые будут относиться или относятся у нас уже к новому профилю, который мы открываем по технологии синтетических, биологически активных веществ. Эти лаборатории тоже у нас находятся на комплексе политеха. Значит, на территории национального образовательного центра. Еще один вопрос из пока поступивших предпоследней. Поэтому, уважаемые участники конференции, не забывайте писать ваши вопросы в чат или в Вайбернам. Так вот, вопрос, повысится ли стоимость обучения, ну, если речь, естественно, о платном, обучении в процессе учебы? Стоимость обучения решает, значит, это Министерство образования. Такая информация появляется после марта месяца. Обязательно она будет выставлена на сайте нашего университета и можно с ней познакомиться. Значит, ну, ориентировочно, я не могу сказать, какая будет стоимость обучения, потому что это решение принимает Министерство, как я уже сказала, но ориентировочно платное обучение стоит 150 тысяч. Хорошо. И последний на данный момент вопрос. Есть ли возможность проходить стажировку в процессе обучения? Не просто, ну, получается, не просто приходить на практику, а проходить полноценную стажировку в компаниях, ну, партнерах, с которыми вы сотрудничаете? И отдельно в этом вопросе, ну, спрашивать про иностранные компании. Давайте здесь я вам отвечу более подробно. Значит, со стажировками студентов на практиках, значит, заинтересованы те предприятия, которые целенаправленно с первого курса приходят и заявляют о своем намерении в конце обучения студентов принять такое-то количество, значит, химиков, технологов на свои предприятия. Крупные предприятия, такие как Лукоил Нос, Сибур Химпром, Пау Митафракс, помимо основного обучения студентов на направлении химической технологии, занимаются дополнительным образованием таких студентов. На нашей кафедре открыт центр дополнительного образования, где мы студентов выбранных предприятием и студентов заинтересованных в том, чтобы работать на конкретных предприятиях, дополнительно обучаем тем компетенциям, которые необходимы, значит, под специфику конкретного предприятия. И внутри этого центра дополнительного образования по химическим технологиям студенты не только проходят практику, обучаются, знакомятся с технологиями этих предприятий, но и проходят стажировку в том числе на рабочих местах по различным профессиям на этих предприятиях. По зарубежным стажировкам такие, значит, примеры у нас тоже есть. Студенты, но, как правило, это студенты старших курсов, которые проявили себя в различных научных исследованиях, которые работают по конкретным грантам, проектам научным, заявляют о себе, показывают свои работы на различных конкурсах, значит, их, таких студентов приглашают к обучению в зарубежных вузах, в том числе я могу назвать для примера это вузы, значит, Германии, вузы Канады, Китая, где студенты старших курсов обучаются и, соответственно, проходят там стажировки в различных научных центрах и далее возвращаются к нам и делают уже свою научную работу на высших ступенях образования и завершают свою работу в виде магистерской диссертации, кандидатской диссертации и так далее. Еще пара вопросов успела в чат прийти за это время. Спрашивают, какой профиль лучше выбрать? Выбор профиля зависит, наверное, значит, от вашей заинтересованности в развитии той или иной отрасли химической технологии. Когда абитуриент выбирает химическую технологию, чтобы поступить и обучаться этому, он не выбирает профиль, он выбирает направление химической технологии. Все студенты приходят к нам и одинаково первые два года обучаются в потоке общим дисциплинам, естественно, научного цикла, такие как общая неорганическая химия, физическая химия, аналитическая химия, общая химическая технология, физика, история, математика. И помимо этого, параллельно с основным обучением со студентами проводятся различные профориентационные мероприятия, выездные экскурсии на эти предприятия. К студентам младших курсов приезжают специалисты предприятий, показывают ролики о жизни того или иного предприятия, рассказывают о сфере, о перспективах развития на этих предприятиях. И студент имеет возможность в результате этого определиться, где он желает работать, где ему больше всего понравилось, какое предприятие, где он видит свой карьерный рост. И вот к окончанию второго года обучения, когда он уже знает основные дисциплины, когда он уже побывал на экскурсиях, на многих практиках, как правило, картинка выбора профиля у студента уже появляется. Но, конечно же, на выбор профиля влияет не только желание студента, но и успешное обучение, поскольку профилизация по профилям у нас происходит по результатам индивидуального учебного рейтинга студентов. То есть нужно не только знать, где ты хочешь работать, но еще при этом хорошо учиться и проявить себя в различных мероприятиях, в учебных мероприятиях. Еще вопрос. Что делать, если не проходишь на бюджет? Значит, здесь несколько вариантов. У нас помимо бюджетных мест усмотрены контрактные места. На слайде было видно, что это 30 мест. Также можно с предприятиями Пермского края заключить договор на целевую подготовку. В этом случае идет конкурс, конечно, между такими студентами, которые будут обучаться по целевому направлению. Но возможности поступления чуть-чуть, может быть, появляются побольше. И еще вопрос. Как организована исследовательская работа студентов? С какого курса она начинается? Ну, начиная с первого курса, мы стараемся уже привлекать студентов к научно-исследовательской работе. Понятно, что на первых курсах, не зная определенных основ, физико-химических основ протекания тех или иных процессов, это трудно провести какие-то достаточно серьезные исследования. Но студентов мы в рамках такой дисциплины, как учебно-исследовательская работа, знакомим с основными направлениями и научными разработками, которые проводятся у нас на кафедре. Показываем основные методы исследования, методы анализов. Студенты погружаются в мир химической технологии и химического анализа. Далее на более старших курсах появляется возможность участия в научной и сельской работе студентов, либо по заказу предприятия студенты выполняют различные исследовательские работы, находят возможности совершенствования или развития того или иного химико-технологического процесса на конкретном предприятии, или выполняют совершенно новые исследования не по тематикам предприятия, а фундаментальные, разрабатывают новые материалы, пытаются определить, каким путем нужно пойти, чтобы придать материалам те или иные заданные свойства. На старших курсах, значит, как правило, научная работа, она связана уже с выполнением конкретной работы, которая выливается уже в выполнение дипломного проекта или работы. В магистратуре, магистратура вообще предусматривает то, что в результате обучения на этой ступени проводится достаточно глубокая научная работа, которая завершается магистерской диссертацией. Отлично, спасибо. Уважаемые участники, если у вас остались какие-то вопросы, поспешите их задать прямо сейчас, потому что если вопросов нет, то мы будем потихоньку заканчивать. Спасибо огромное, Асия Арифовна, за выступление, за вашу презентацию. Следом по программе, ну, секция, естественно, научная у нас работает сегодня весь день, следом по программе у нас пойдет блок, связанный с экологией, и там три университета подряд, это классический университет, аграрно-технологический университет и наш пермский политех расскажут как раз-таки о том, как работают именно с этим направлением, поэтому, уважаемые абитуриенты, не пропустите. В 16.30 трансляция будет продолжена, возобновлена с новыми спикерами. Еще раз, Асия Арифовна, спасибо большое. Я еще раз хотела бы сказать о том, что на направление химической технологии в 2021 году предусмотрено 110 бюджетных мест. Это гораздо больше, чем у нас было в предыдущие годы. Конечно, это связано с развитием химической технологии, с новыми направлениями использования химии в различных отраслях деятельности человека, не обязательно связанной с химическими предприятиями. То есть работа на различных предприятиях все равно есть сферы, где химия принимает, вернее, ученые, химики, технологи принимают в развитии этой отрасли. 110 мест, новое направление, новый профиль по технологии биологически активных веществ, фармацевтических препаратов и косметических средств. Это очень актуально сейчас в период пандемии по коронавирусу. То есть решение вопросов с лекарственными препаратами, которые будут бороться с различными вирусами. Я считаю, что химическая технология очень перспективная. Приходите к нам, пожалуйста, вы обязательно решите вопросы своего саморазвития, самореализации. Найдете интересное направление, которое вас будет интересовать, и обязательно трудоустроитесь на интересные предприятия, может быть, научные центры, будете решать серьезные задачи. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое еще раз, уважаемые слушатели. Встретимся в 16.30 на секции «Экология». Всем хорошего дня.